Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сейчас мы в режиме прямого эфира, будем связываться по телефону с нашими экспертами и будем пытаться проанализировать экономические или финансовые экономические последствия вот этой пандемии и введения чрезвычайной ситуации в Латвии. Как вы знаете, режим ЧАЭС продлится в стране до 14 апреля, но уже по всем прогнозам, скорее всего, этот режим будет продлен как надолго, до конца апреля или, может быть, до середины мая или до июня, пока об этом наша власть имущая умалчивает, но подождем. Совсем недолго осталось ждать, и до 14 апреля остается чуть больше двух недель, поэтому скоро мы все-таки узнаем, как долго мы будем жить в режиме чрезвычайной ситуации. Сегодня правительство на своем заседании как раз приняло решение о порядке предоставления вот этих пособий за простой и налоговых каникул. Сейчас у нас на прямой связи предприниматель Арнольд Бабрис, кстати, психолог по образованию. Это сейчас в наше время очень важно. Добрый день, Арнольд. Добрый день, добрый день. Да. Вот перед тем, как, может быть, коснуться экономических аспектов, вот этой чрезвычайной ситуации, может быть, такой вопрос, как вообще ваша жизнь изменилась, ваша лично, может быть, и компании, которые вы руководите? Ну, моя жизнь вообще не изменилась. У меня на заводе работы больше, чем было. Соответственно, мы сразу приняли все меры безопасности, даже без всяких рекомендаций со стороны правительства и все остальное. То есть, когда рабочий приходит на работу, его сразу охранник, охрана проверяет температуру термопистолетом, да, по лбу. Да. Все поверхности, где люди соприкасаются, не реже часа дезинфицируются. То есть, у мастеров есть инструктаж, фейс-контрол, да, то есть, как бы, что, как и почему. С мэром мы переговорили. То есть, поскольку в Салат-Гереве нет ни одного заболевания коронавирусом, то есть, как бы, если они были бы, сразу нам должны доложить. И, в принципе, все, кто приезжают, дальнобойщики никого не впускают на территорию. То есть, сделали стерильную зону. Ну, это как бы так. А, в принципе, я считаю, что паники больше, чем, ну, то есть, паники больше, чем надо. То есть, люди просто напуганы. Считаете ли вы, что надо принять более жесткие меры, потому что целый ряд политиков, в том числе и, кстати, работающих правящей коалиции, сказали о том, что надо бы вообще очень жесткие меры, всеобщий карантин, запрет выходить из дома, ну, кроме там, в соседний магазин, и задействовать для обеспечения вот этого порядка или контроля армию из МССР. Как вы относитесь к таким драконовским мерам? Нужны ли они? Они популистические, да? То есть, популистические. Почему? Вот, допустим, вот пришли у нас эти два парома с Германией, с нашими гражданами, да? Да и патриантами, да. Их же сразу... Да, они приехали, да? Их тут же отпустили. Вместо того, чтобы поместить их на карантин, да? Да, чтобы отконтролировать, провести все меры безопасности, да? То есть, это не было сделано, да? И я считаю, что если какие-то меры надо предпринимать, то есть, тогда надо посмотреть, кто у нас рискогруппа. Группа риска, да? То есть, которые могут умереть, да? То есть, это люди с проблемами легких, это люди с ослабленными иммунитетом, и пожилые люди. Тогда их надо изолировать, чтобы они не умирали, да? И вот я, допустим, как бывший председатель управления арены Риги, да, набрал вчера нынешнего руководителя арены Риги, да, и задал вопрос. В Европе, в Европе все арены, да, то есть, используются как запасные морги. На случай массовой гибели, массовых смертей действующие морги не могут принять такое количество людей, да? То есть, арены используются как запасной морг. Я ему задал вопрос. Вот к тебе кто-то обратился? Он говорит, нет, я сам хочу предложить, что, алло, ребята, если вдруг будет, да, то есть, мы можем разместить на ледовом поле кучу трупов, чтобы они не разлагались, чтобы они не это самое. И вот теперь у меня вопрос. Если у нас принимаются какие-то осмысленные шаги, да, то есть, как бы, непопулистические, да, то почему вот это не сделано, почему это не сделано? Почему, допустим, у нас, когда на самом начале надо было контролировать всех прилетающих, да, то есть, ввести учет, все-таки карантин, вот группу риска сразу поместить на карантин? Это же не сделано было, да? А сейчас давайте просто тупо запретим вообще выходить на улицу. Давайте теперь вот, ну и что? Что будет потом с экономикой? И решит ли это проблему, да? Вот. Тем более мы, в отличие от всех остальных, в каком-то привилегованном состоянии. Вот я, допустим, общался с китайцами, да, которые мне рассказывали, какие меры принимались у них, да, то есть, как, что? Ну, первое надо выяснить. Было, да, то есть, вот я не вижу таких четких, хороших рекомендаций. Они какие-то такие поверхностные, полусобранные и не авторитетные. Ну, мое мнение. Да, вот я такой вопрос хотел задать. Я думаю, что многие радиослушатели по предыдущим вашим эфирам, таким довольно острым и горячим, помнят, что вы постоянно говорите, и это правильно, о личной ответственности политиков. Но сейчас сложилась такая парадоксальная ситуация, ну, когда в стране чрезвычайная ситуация, ну, а вот при помощи, в том числе, господина Кайминча, парламент фактически отправлен по домам, на карантине. Министра экономики нет, его там сняли, поскольку он там не получил допуст в гостайне. Госсекретаря Министерства экономики тоже нет, он уволен. Рижской думы тоже нет, она распущена. Там временная администрация из трех чиновников, которая, понятно, никакой политической ответственности не несут. А вообще это правильно вообще? Я считаю, что это неправильно. В принципе, у нас есть премьер, у нас есть президент, да, и классический вариант на судне, да, или на корабле, да, то есть за все отвечает капитан, командир, да. Соответственно, у нас как? Если премьер не может принять каких-то адекватных мер, да, то есть и четко управлять, то тогда должен перенять президент, поскольку он руководитель Совета национальной безопасности, да. По крайней мере, они тогда должны что-то затормозить, что-то принять. Но я предлагаю так, сейчас не надо критиковать. Давайте сделаем так, посмотрим. И посмотрим по результатам. Понятно, что в какой-то момент все пойдет на убыль. Все-таки у нас плотность населения не такая большая. У нас, в отличие от многих европейских стран, люди более дисциплинированы. То есть паниковать не надо? Паниковать не надо. Я даже скажу так, я приятно удивлен, что люди без давления сверху, сами приехавшие, сами садятся на карантин, сами избегают контакта, говорят, я не хочу рисковать чужими жизнями, да. Они понимают, что им не надо бояться, но все-таки есть люди с ослабленным иммунитетом, да. То есть мы не хотим, чтобы это. Вот люди отсиживаются. У нас все-таки народ очень добропорядочный, отзывчивый, да. И поэтому я думаю, что у нас так же, как в Китае, через какое-то время пойдет на убыль. Я очень надеюсь на это, да. То есть и все. И потом будем разбираться, да. Какие меры были правильные, какие неправильные, кто перегнул палку, кто не догнул, да. Ну, китайцы в какой-то степени все-таки молодцы, да? Да. Я думаю, что рядовые люди, да, то есть и те, даже рядовые чиновники. У меня, я хочу камушек бросить в огород высшего руководства. Все-таки оно довольно-таки, скажем так, народ самоорганизовался, я бы так сказал. Вот. Не дожидаясь указаний сверху, да. Нет. Но я вижу, что очень много проколов. Вот, допустим, пример с ареной, да, это прокол, да. Вот реальный прокол. Паром пришел, это прокол, да. То есть плана Б нету, да. То есть есть вот примерно так. Ну, что мы там популистически можем сказать? Давайте скажем вот так, а давайте вот так. Тогда, когда надо было контролировать в аэропорту, я знаю, как у китайцев было. Все прилетающие, сразу тебе проверка, перепроверка, тебя фиксируют, с тобой проводят собеседование, тебя отслеживают, чтобы, не дай бог, ты кого-то не заразил. А у нас же этого долгое время не было. Когда уже процесс пошел, ну, тогда только начали немножко как-то раскачиваться. И еще одна вещь. Сейчас же наши политики будут эту ситуацию использовать в собственных целях политических. Да, вот я как раз хотел об этом спросить, да. Мы несли бревно, мы среагировали. Вопрос, а что же вы среагировали, и что же вы конкретно сделали, да. Какие были те шаги эффективности, да. Это как на войне. Есть узкое место, где противник может пройти инфекция. Вот в этом месте вы приложили усилия, да. То, что вы там сейчас призывы делаете, да. А вот на случай, если все-таки начнется, у вас есть решение, да. И вот, допустим, по арене я четко вижу, плана нету. Слава богу, нету большого количества трупов, да. То есть, слава богу. А вот если были бы, да, мы бы боролись уже с последствиями. Да, вот такой вопрос, который хотел бы задать. Вот мы знаем, что целый ряд, я понимаю, что эти страны более богатые, вбрасывают на поддержку вообще бизнеса как такового, уже неделя у кого там есть падение оборота, у кого нет, миллиарды, миллиарды. Ну, правительство обещает один миллиард там выделить на все про все, возможно, еще один миллиард. Этого, на ваш взгляд, вообще достаточно? И насколько это позволит, не знаю, избежать такого вот очень серьезного экономического кризиса? Значит, я говорил с Энзиншем, да, какое-то время назад, да, и мы обсуждали этот вопрос. Президентом Латвийской ТАГО-помышленной палаты, да. Да, да, и мы с ним обсуждали этот вопрос, да. То есть, и, в принципе, я не хочу, чтобы было просто тупо шаблон, да, раздаем всем, это неправильно, да. Еще хуже, раздаем только своим, политически ангажированным. Тоже не исключено. Тоже не исключено. И, соответственно, то, что я понял, что денег на всех не хватит, да. На всех денег не хватит. Соответственно, должна быть методика. То есть, мы берем отрасль, в отрасль мы определяем те предприятия, которые наиболее важны для народного хозяйства, наиболее важны, да, в том плане, что там реально надо понимать, что, допустим, вот там больше всего налоги платилось, да, то есть, вот они давали, добавочную стоимость в экономике, да, то есть, в народном хозяйстве, в туризме, да, то есть, и прочее. То есть, есть предприятия, которые надо спасать. Это абсолютно не все, да. И правильно Шмидтс встал на трибуну и говорит, извините, вы хотите поддержку Ганбею, да, а как было с налогами, уход от налогов и все остальное. То есть, надо спасать золотую, золотую команду, да, народного хозяйства, на которой все опирается. Да. Не всех под горебенку, да. А те, кто производит, к примеру. Да. Кто-то создает добавочную стоимость. Соответственно, мы говорим, что есть гостиницы, которые нам очень нужны. Есть пассажирский транспорт, который надо спасать, да, то есть, мы не можем допустить, что аэрболтик, да, и рижский аэропорт накроются медным тазом, да. Мы должны оставить автопереводчиков, да, пассажирских, да, потому что, ну, что это будет, если вдруг окажется, что когда все это закончится, автопереводчиков живых не останется, правильно? Ну, конечно. Тем более, мы понимаем, что речь не идет о каких-то двух-трех неделях. Это ведь, в принципе, кризис на месяцы, так я понимаю. Даже если разрешится ситуация с коронавирусом, последствия для экономики-то очень масштабные. Да, да. И есть другие такие незаметные предприятия, да, которые могут пострадать, но после кризиса их отсутствие может оукнуться в народном хозяйстве очень серьезно. И, соответственно, делается как? Уполномоченный от правительства задает вопрос, да, то есть, какие предприятия стратегически важны в каждой отрасли, да. Подбирает критерии и может обосновать, почему надо спасать вот именно этого, да, а не всех. Вот интересно, не могу не спросить, конечно, сейчас многие скажут, что им не до выборов, и это будет совершенно справедливо, но, тем не менее, мы знаем, что выборы, по крайней мере, пока, не очередные выборы в Лидическую Думу, назначенные на 6 июня. Ну, мы понимаем, что вряд ли 14 апреля все закончится. А как вообще проводить выборы? Как вести предвыборную агитацию в такой ситуации? Я думаю, что те политические силы, которые сейчас у власти, да, в власти, в коалиции, да, они сейчас зарабатывают политические бонусы. Так им кажется, по крайней мере, да? Не, ну как? Ну, представьте, те, которые в оппозиции, они даже, у них нету платформы, да, то есть они не могут мелькать, то есть у них нет возможности. А весь публичный эфир, да, который вот госэфир, да, то есть государственное телевидение, государственное радио, они говорят о продъемных шагах по спасению, то есть они пиарятся, то есть у них есть возможность. Вот, ну... Административный ресурс. Да, но я не думаю, что господин Явнов сейчас особо переживает. То есть у Пуца поставил своего администратора, да, то есть может быть ему даже эта ситуация в длину даже будет выгодна. Что касается роли президента вот в этом вопросе, одни говорят, что он совершенно правильно делает, не мешается под ногами у правительства, дает возможность исполнительной власти принимать необходимые решения. Другие считают, что все-таки он, будучи главой государства, верховным главнокомандующим должен быть действовать очень активно, а не просто говорить, что, вы знаете, тут правительство приняло какие-то решения. Вы, пожалуйста, их соблюдайте. Скажу. Его должность. Он начальник Совета национальной безопасности. Да. То есть он высшая. Соответственно, как это выглядит? Его задача. Он должен периодически выдергивать должностные лица спецслужбы, то есть как в нормальной стране работает президент. Он задает вопрос. Он задает вопрос Майзитис, он задает вопрос Межвецу, да. Как на ваше, по вашему мнению, вот что агентура говорит, все сделано или нет? Те докладывают, все сделано. И вот, но есть какие-то моменты, которые упущены. Он выдергивает соответствующих руководителей структур, министерств, то есть чиновников, и говорит, вот тут мне докладывают, что не все в порядке, да. Вот, или все в порядке, да, или что надо усилить, да. Соответственно, это та роль, которую должен выполнять президент, да. И тогда, когда он, то есть он должен выдергивать, убеждаться, да, то есть что все в порядке или не в порядке, получать пояснение, объяснение. Понятно, что мы не знаем, это делается или не делается. Но почему-то мне кажется, что этого не делается, да. Но это должно делаться. Если это не делается, это большой камушек в огород нашего президента. Он все-таки должен мониторить, контролировать, да. Все-таки как супервизор он должен стоять за спиной и контролировать, все ли сделано, что-то упустили или нет. Мой пример с ареной. Наглядный пример. Не все сделано, соответственно, да. То есть я вижу, что из беседы с Энджин, что я понимаю, что в экономике тоже не все так гладко, да. То есть, скорее всего, что наши политиканы, да, постараются попилить эти 2 миллиарда. То есть будут особо приближенные или не особо приближенные. У нас есть социальные партнеры. Торгово-промышленная палата, конфедерация работодателей. Если у государства есть правительство, есть четкое ведение, как мы будем распределять и спасать, то есть социальные партнеры не должны иметь претензий. Но почему-то мне кажется, что у социальных партнеров уже есть претензии, они будут. Надо ли ужесточать наказание за нарушение, допустим, карантина теми же репатриантами? Кто-то говорит о том, что пора бы начать уголовные процессы в отношении господина Каменча, который вот, ну, по неофициальной пока информации, разгуливал уже, будучи больным. Вообще-то образцово-показательные порки, да, были бы очень хороши. Как в Китае, между прочим. Да, я считаю, что по-любому. Если окажется, что Каменч специально пропиарился, специально пропиарился, да, и мы это можем доказать, надо наказывать, потому что народ, да, то есть народ, если он увидит, что представитель Сейма, да, то есть депутат, наказан за это, да, то есть это автоматически потянет. Но если сейчас на улице будут ловить абсолютно невиновных людей, будут тратить госресурс, да, то есть полицейские ресурсы и все остальное, ну, это тоже глупо. На самом деле, для того, чтобы вести тотальный карантин, да, и кого-то реально наказывать, и задействовать дополнительные силы полиции, то есть это, опять-таки, расходная часть, это, опять-таки, растранжирование и вопрос, даст ли это результат. В принципе, ничто не мешает. Если человек кого-то заразил, да, и мы видим, что он халатно относился, и мы можем доказать, наказывай, наказывай. Такой вопрос. Да, 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 слушаю. Но в то же самое время, если человек соблюдает, да, во-первых, он чувствует себя здоров, он знает, что он не чихает, он соблюдает гигиену, да, он моет руки постоянно, да, то есть с антисептиком, да, то есть там ничего нету, там быть не может, да. Алло, зачем? Ну, вот дополнительную панику, да, разжигать. Да, в самом начале вы сказали, что у вас объем работы, вот в Савасгриве на бривой слюны прибавилось. Это с чем связано? Поскольку я так понимаю, что экспорт там сейчас затруднен, или все-таки можно что-то отправлять и на экспорт? Нет, экспорт ни на минуту не остановился, да, мы даже наших импортных, то есть заграничных партнеров отодвинули, поскольку по заказам, то есть очень резко возросли заказы на латвийском рынке, листовском, эстонском, да, то есть спрос на консервы пошел вверх, да, понимаешь, чтобы не было паники, как с гречкой, да, чтобы полка не опустела, мы в усиленном режиме выполняем все заказы, хотя, ссылаясь на ситуацию, да, то есть нестандартная, нештатная, да, то есть это все-таки форс-мажор, мы могли бы всех послать, но мы выполняем по максимуму все заказы, которые у нас требуют, мы понимаем, что через неделю это пойдет все на спад, и мы вернемся в нормальное русло, да. Ну, опять-таки, по плану Б, в Китае, допустим, они нам отказали скумбрию китайскую, да, то есть тихоокеанскую скумбрию нам отказали, потому что китайцы приняли решение, пока все не успокоится, они рыбный ресурс сырьевой вообще из страны не выпускают. Сразу могу сказать, у нас, да, то есть как бы все, что касается кильки-салаки, то, что наши рыбаки ловили, наморозили, да, то есть мы продолжаем экспортировать, то есть мораторий на ограничения, да, то есть для внутреннего потребления, сохранения, да, если вдруг вырастет, опять будет спрос, возрастет. То есть мы можем столкнуться с тем, что в этой нестандартной ситуации мы отсядем на том, что у нас может не хватить нашего ресурса, потому что наши рыбаки его продают. Да, да, да. И я столкнулся с еще одной проблемой. Рыбная отрасль, да, рыбоперерабатывающая отрасль, 4 года страдала из-за того, что мы друг у друга пытались отнять объемы. 4 года все рыбопереработчики работали в минус, и у нас нет жировой прослойки. Соответственно, у нас для закупки за границей рыбного ресурса, если будет продолжаться... Нет оборотных спрессов, да. Нет оборотных спрессов. И скажу, вот мы подали заявку в Алтумс, да, нам сказали, что нам ответят в течение 25 суток. А, вот так. Оперативно. Да. Очень оперативно. Куда торопиться? Рыба подождет. Да, рыбок подождет, да. А тут надо в ручном режиме. Тут надо очень быстро принимать решения, объективно принимать решения. А банки кредитуют вообще? Банки не кредитуют. Логично. Потому что банки... А с банками это камушек в огород ФКТК. ФКТК своими нормативами душат, да. То есть банки полны денег. Но чтобы выполнить их неусловия, они ограничивают финансирование предприятий, требуют дополнительного обеспечения, которого нету, да. То есть и все остальное. То есть тут у нас как... С одной стороны понятно, ФКТК отвечает за то, чтобы банк не грохнулся. Но ФКТК забывает, что банки являются основной частью народного хозяйства, да. Если они мало финансируют народное хозяйство, то есть у людей не делаются остатки прибыли, все остальное. Опять-таки не делаются накопления, да. То есть и все остальное. Ну, неправильно. Ну, неправильно. Но все-таки есть предприятия, которые дают и доход в бюджет, и за счет которым все-таки экономика дышит. Если вы не даете оборотные средства через банки, да, то есть тем предприятиям, которые приносят деньги в экономику, да, то есть не удивляет, что у населения нету свободных накоплений. А потом вы упрекаете, да, то есть то же самое ФКТК и остальные, что у нас огромная доля нерезидентского бизнеса. Да потому что резидентов задушили. И налогами, да, то есть и нехваткой ресурсов. И тем, что вообще нету, нету нормальной стратегии национальной экономики. Нету. У нас в стране, да, она только на бумаге. А реальной, вот так, чтобы вот как экономику поднимать, понимания у наших политиков, к сожалению, нету. Поэтому есть как есть. Соответственно, я, если меня спросят, если вдруг мы скажем, что мы больше не можем обеспечить внутреннее потребление ресурсом, я отвечу. Во-первых, потому что я попросил оборотные средства, чтобы в свое время закупить, вы мне их не дали. И то, что вы позволили то, что местный ресурс вы разрешили вывезти. Я, допустим, сегодня получил справку с Украины, да, что у них импорт продовольствия зерновых и прочее настолько возрос, что эксперты уже определили, что если это так будет продолжаться, через три с половиной месяца Украина сама может остаться без ресурса зернового. Это кормилица, да. То есть... Конечно. Может быть, такой последний вопрос. Все-таки, как вам кажется, вот эта вся ситуация чрезвычайная, все-таки не заставит ли власти перенести выборы неочередной Юридической Думы на 29 августа или вообще не проводить их до июня 2021 года? Политики примут себе выгодное решение. Если они будут понимать, что им выгоднее переносить, да, то есть, понятно, они перенесут. Если они будут видеть, что ситуация улегается, все остальное, политики не принимают государственно правильные решения, они принимают политически правильные решения. То есть вот в зависимости от того, как на тот момент это будет для них выглядеть, вот в этот момент коалиция примет. Хотим, не хотим, хотим еще перенести, не хотим. То есть, ну, без иллюзий. Может быть, еще такой вопрос, догонку, с учетом того, что сейчас действительно многих отпустили в неоплачиваемый отпуск, многие компании, особенно вот пострадавшие в первую очередь от этого кризиса. Вы готовы принять вот работников? Вам нужны рабочие руки? Да, мы готовы. Мы готовы, мы всем разослали, но опять-таки, сейчас люди пройдут на пособие, да, потому что... Им выгоднее получать. Да, да. Им выгоднее получать. Соответственно, к тому моменту, когда им закончится пособие, они, скорее всего, плавненько перейдут на куда-то. На что-то и придет и к нам. Мы посчитали, что, в принципе, да, если... с учетом сегодняшней ситуации, мы без особых проблем. От пяти до ста человек можем трудоустроить. Да, но, может быть, еще вдогонку, еще один такой последний вопрос. Все-таки вы ждете от государства, как вот, ну, как производитель, какой-то, не знаю, конкретной помощи, экспортных гарантий, может быть, не знаю, ускорить аутум с какими-то финансовыми гарантиями? Я бы хотел, вот я как производитель, да, добропорядочный производитель хотел бы, да, чтобы все-таки ФКТК, когда выдает норматив, да, то есть тем предприятиям, которые регулярно вносят в бюджет огромные деньги, то есть мы где-то по налогам, где-то полтора миллиона, по-моему, в год в бюджет приносим, да, но все-таки могли бы банки стимулировать, что все-таки нам больше выдавали кредит с меньшим обеспечением, да, то есть с меньшим обеспечением, да, и с меньшим процентной ставкой, потому что мы реально экспортное предприятие, 80% экспорта, то есть мы реально приносим в казну деньги, плюс мы выполняем социальную функцию, у меня 80% работающих это женщины пенсионного, предпенсионного возраста, да, то есть те, которые больше негде трудоустроить. Да, и пенсии у которых мизерные, да. Да, да, они еще тянут, тянут еще за собой, еще кормят всех остальных. Плюс, ну, то, что касается гарантии, да, то есть экспортных гарантий, Altums нам идет навстречу, то есть мы этим пользуемся, то есть по гарантиям у меня никаких претензий нету. Мы, допустим, поставляем в Узбекистан, там у нас есть гарантия, и там, где это есть возможность, то есть экспортные гарантии они есть. Да, они платные, но они есть, да. Ну, как-то так. Арнольд Баблис у нас был на прямой связи, большое спасибо.